В эфире программа «События» в студии Павел Баймаков. Здравствуйте! Смотрите в выпуске. Полет «Белого лебедя». Стратегический бомбардировщик станет еще выносливее. Кап-кап на капремонт. Как собранные с населения деньги тратить более эффективно и что делать с неплательщиками. Гром среди ясного неба. Спецотряд «Гром» прикрыл семейный наркобизнес в Похвестнево. Легендарный бомбардировщик «Белый лебедь» станет выносливее и мощнее. В Самаре на заводе «Кузнецов» запускают серийное производство новых двигателей для самолетов Ту-160. О возобновлении производства главного российского ракетоносца весной этого года объявил министр обороны России Сергей Шойгу. Самолет будет оснащен новой начинкой, тогда как облик его останется прежним. Как идет работа по запуску серийного производства двигателей для самолетов, расскажет Марина Матвейшина. Четыре таких двигателя заставят бомбардировщик «Белый лебедь» летать быстрее, выше, дальше. За счет улучшенных характеристик двигателя НК-32 второй серии, дальность полета увеличится на тысячу километров. Межведомственная рабочая группа по возобновлению производства Ту-160 во главе с замминистром обороны России проверяет, как идет подготовка завода «Кузнецов» к массовому выпуску модернизированных двигателей. По планам этого года самарский завод «Кузнецова» должен нам сделать один коллекционный и четыре уже двигателя новой серии. Ну, как вы знаете, двигатель – это сердце самолета, поэтому, конечно, мы пристально смотрим за ходом этих работ. Чтобы запустить серийное производство новых двигателей, на заводе «Кузнецов» осваивают новые технологии и модернизируют оборудование. В частности, реконструируют испытательные стенды. На этом стенде будут испытывать в том числе новые двигатели НК-32 второй серии. Оборудование здесь новое и модернизированное, и во время испытаний специалисты будут находиться в соседней комнате за стеной и наблюдать за всеми параметрами работающего двигателя на мониторах компьютеров. Двигатели, успешно прошедшие испытания, будут отправлены в Казань, где и будут собирать полностью стратегические бомбардировщики Ту-160. На сегодня это самый крупный и самый мощный в истории военной авиации сверхзвуковой самолет. Самый скоростной бомбардировщик, самая тяжелая в мире боевая машина по взлетной массе. Ей принадлежит несколько рекордов по высоте полета с грузом и без груза, по скорости полета по замкнутому маршруту. Планируется, что в серийное производство обновленный Ту-160 поступит в 2023 году. Марина Матвеевна, Алексей Золотенков, События. Новейшие системы связи в полевых условиях опробовали мотострелки 2-й общевойсковой армии. Учения прошли в Центральном военном округе. Подразделения в Поволжье и на Южном Урале в полевых условиях опробовали цифровые радиорелейные станции. Новая техника позволила наладить устойчивую передачу информации между воинскими частями и командованием. Напомню, 8 февраля в воинских частях 2-й армии прошла внезапная проверка боевой готовности. В ней приняли участие более 300 единиц военной техники. Основной пункт управления был развернут в Волжском районе Самарской области. Они ни в чем не уступают сильному полу. Руководят предприятиями, решают коммунальные проблемы, заботятся о воспитанниках детских садов. А сегодня стали лауреатами премии «Женщина года». Эта церемония в Самаре проводится третий год подряд. Лучших выбирают в 40 номинациях. На церемонии награждения побывала Лариса Шалафаст. Быть успешными во всем – главный девиз этих женщин, любящей мамы и супруги дома, уважаемые руководители на работе. Женщины года Самары получают заслуженные награды. Это дает дополнительный стимул. Стимул к росту, стимул к совершенству, стимул к тому, что наши добрые дела, то, что мы делаем для наших детей, то, что мы делаем для города, не остаются незамеченным. Этим супервумен все под силу. Самарские женщины добиваются больших успехов не только в работе, но и в общественной деятельности и в семейной жизни. Наши замечательные самарчанки радуют нас высокой рождаемостью. Это обязывает нас к тому, чтобы мы создавали соответствующую инфраструктуру, строили детские сады, создавали школы. И должен вам сказать, что за последние годы в нашей области, в нашем городе, в частности, создано более 18 тысяч дошкольных мест. Впервые за 20 лет в нашем городе заложены две современные школы. Школа, которая строится в Волгаре и которая должна была быть сдана в следующем году, будет сдана досрочно, 1 сентября текущего года. Кандидаты к названию «Женщина года» выдвигали трудовые коллективы. Сначала им предстоял районный отборочный тур и только после этого городской этап. Женщина, она прежде всего мать, она хозяйка, и она должна заботиться обо всех тех, с кем она живет рядом. Мы награждаем 40 женщин. 40 женщин в разных номинациях. Это и женщины-руководители, это женщины, которые работают в разных сферах. И мне очень приятно, что сегодня вот такой праздник состоится. Я хочу сказать, что это на самом деле звание, оно победительница данной акции и номинации. Оно обязывает еще больше заниматься общественной работой и еще лучше работать на своих местах во благо нашего города. В Самаре еще много необыкновенных женщин, инженеров, воспитателей, врачей и учителей. У них впереди еще целый год, чтобы попробовать свои силы и стать «Женщиной года-2016». Лариса Шлафаст, Станислав Левин. События. Ремонт состоится при любой погоде. В Самаре приступили к восстановлению дорог, урон которым нанесли температурные скачки этой зимы. Пока погода позволяет только засыпать ямы холодным асфальтом. Меры экстренные, но необходимые, чтобы нормализовать дорожную ситуацию. Когда начнется плановый ремонт, расскажет наш корреспондент. С января до конца февраля в Среднем Поволжье обычно устойчивые морозы. На асфальтобетонных заводах в это время профилактические работы. Но в этом году оттепели следуют одна за другой. Аномальное потепление разрушило тысячи метров дорог. Городские службы устраняют последствия капризов природы. Для того, чтобы обеспечить безопасность движения, мобилизированы силами муниципального предприятия благоустройства. В каждом районе создана аварийная бригада, которая осуществляет подсыпку в образовавшихся ям либо холодным асфальтобетонным, либо асфальтобетонным гранулятым крошкам. Асфальтовые заводы возобновят работу раньше срока, чтобы ремонт дорог тоже шел с опережением обычного графика. Сейчас ежедневно специальные службы проводят мониторинг ситуации на дорогах. Особенно тех, которые подрядчики обязаны восстановить по гарантии. Водители раннему ремонту только рады. Ну да, погода нас порадовала, все разморозило. Хорошо хоть маленечко латают, помогают нам хоть маленько проездить. Невозможно ездить. Спасибо большое дорожникам. Бригады рабочих выезжают по адресам, где наиболее опасные участки дорог. Список определяют и надзорные органы, и сами граждане. В первую очередь холодным асфальтом восстанавливают дорожные повреждения на улицах, где проходят маршруты общественного транспорта, и участках с максимальным разрушением дорожного полотна. Общая площадь восстановительных работ уже превысила 20 тысяч квадратных метров. Заделаем все по пути, то есть каждую яму заделаем по ГОСТу, не по ГОСТу, то есть, грубо говоря, потому что, ну, каждая маленькая яма в какой-то веке становится большой. На этот год в Самаре запланированы масштабные работы в планах привести в порядок 75 тысяч метров дорог. В первую очередь это коснется улиц Антонова-Овсеенко, Ульяновская, Земица, Красноармейская, Максима Горького. Требования к подрядчикам еще с прошлого года ужесточили. Гарантийный срок увеличился до пяти лет. Именно такую задачу по дальнейшему обслуживанию перед ремонтниками ставят областные и городские власти. Марина Кравцова, Мария Анна Мирная, Максим Гусев, События. В ближайшие два дня коммунальные службы Самары намерены полностью очистить все скатные крыши в городе. Такую задачу еще в понедельник поставил глава Самары Олег Фурсов, а сегодня руководителем управляющих компаний о ней напомнил первый вице-мэр Владимир Василенко. Кроме того, коммунальщики обязаны полностью очистить тротуары и дворовые проезды. По словам Владимира Василенко, некоторые управляющие компании порой не выполняют свои обязанности, что недопустимо. Все работы по очистке будут жестко контролироваться. У нас осталось на сегодняшний день порядка 800 кровель. Сегодня-завтра поработали за выходные, там 430 кровель очистили, когда работали. Эту тему нужно закрыть, чтобы больше мы к этой теме не возвращались. Затем, как управляющие компании справляются со своими обязанностями, следят власти на местах. Как это происходит в отдельно взятом советском районе Самары, увидела Марианна Мирная. Ранее утро глава администрации советского района Владимир Сафронов объезжает детские сады и школы. Крыша, дороги и подъездные пути к ним должны быть полностью очищены. В отделе благоустройства говорят, работа шла бы быстрее, если бы автолюбители не оставляли свои машины на проезжей части. В связи с погодными условиями накаталась колея, работала техника, взять они не могут до основания. Основная причина этому состоит, конечно, в том, что паркуются автомобили на придорожной части. И если трактор пойдет и ножом будет снимать до основания, это приведет к повреждению автотранспорта. Незакрепленных территорий в городе нет. Ответственность за расчистку кровель, спил аварийных деревьев и расчистку дорог несут районные администрации. В случае нарушений контролеры выдают предписание. Нарушения устраняются в кратчайшие сроки. Глава Самары Олег Фурсов дал поручение увеличить число бригад, задействованных в расчистке крыш и по максимуму использовать световой день. А также организовать работу в две смены. Сказано, сделано в школах советского района, дворники трудятся не покладая рук. В позитивные моменты это у них состояние территории, ведется ежедневная очистка территории от снега. Состояние крыши кровель вы сами посмотрели, что нету ни наледи, то есть чистые крыши. И здесь состояние зеленых насаждений тоже у нас оптимальное, нормальное. Что же касается частной собственности, за балконы, козырьки, кондиционеры и подоконники отвечают сами жители. В администрации напоминают, в случае ЧП физическим лицам грозит штраф в 5000 рублей, юридическим – до 300 тысяч. Мариана Мирная, Станислав Левин. События. Капитальный ремонт под общественный контроль. Треть самарцев не платят взносы. Как сделать работу регионального оператора более прозрачной и повысить качество работ? Этой проблемой сегодня озадачились активисты Общероссийского народного фронта. О путях ее решения Ольга Морозова. Более тысячи домов в Самаре отремонтировали на средства фонда капремонта в прошлом году. Обновили крыши, отремонтировали фасады, поменяли трубы тепла и водоснабжения в подвалах. В 2016-м в этой Сталинки на Победе 12 планируют ремонт крыши. Предлагаю выяснить, а знают ли жильцы, на что пойдут их средства. Дом 50-х годов постройки. К прежней управляющей компании у жильцов было много претензий. Дошло до прокуратуры. Дело в доме накопилось, рассказывает Евгений Саблин. Как и большинство пенсионеров, взносы за капремонт он платит регулярно. Тут несколько раз проводились встречи с управляющей компанией. Мы что-то писали, по-моему, очередность, потому что нам сейчас важнее было бы сделать в тепловом узле. Потом нам сказали, что якобы будут проводить трубы, отопление трубы менять летом. Можешь крышу, я просто не совсем помню. Сделать работу фонда капремонта более прозрачной намерены активисты Общероссийского народного фронта. Вместе с депутатами райсоветов, председателями многоквартирных домов, они провели встречу в промышленном районе Самары. Взносы в фонд капремонта здесь платят около 70% жильцов. В апреле, в мае должны начаться будут работы, которые качественно должны будут изменить и подход и регионального оператора, и жителей, и тех организаций, которые в этом участвуют. Мы уже неоднократно поднимали вопрос перед фондом капитального ремонта о том, чтобы в этом процессе участвовали управляющие компании. Чтобы жители потом могли спросить с управляющих компаний за качество ремонта. Напомним, по закону собственники могут не обезличивать свои средства, а открывать свой спецсчет, копилку. Если дом уже попал в очередь на ремонт кровли, а людям важен фасад, можно пригласить комиссию из администрации района и поменять смету. Хотя финансовые возможности регионального оператора ограничены. Если ремонт кровли обходится в среднем в полтора миллиона рублей, замена теплового узла стоит в три раза дороже. Главная задача – это, наоборот, выстроить отношения, такие партнерские, дружеские отношения, чтобы могли грамотно, правильно составлять дефектные ведомости, на основании этих дефектных ведомостей составлять сметы и уже в последующем финансировать именно те объекты, которые желают жильцы. А то у нас получается обычно как? Протекает кровля, а мы ремонтируем фасад дома. Такие совместные совещания с представителями фонда капремонта планируют провести в каждом районе Самары. Только в промышленном на средства регионального оператора в этом году планируют обновить 60 многоэтажек. Перечень можно уточнить на сайте фонда. Ольга Морозова, Максим Гусев, События. Шесть незаконно возведенных в Самаре зданий пойдут под снос. Соответствующие решения судов уже вступили в силу. Об этом говорили на заседании комитета по вопросам строительства, имущественным и земельным отношениям Самарской городской думы. Среди объектов нелегального строительства, а в прошлом году городские власти выявили таковых 176, есть жилые дома, религиозные и торговые здания. Представители департамента строительства совместно с прокуратурой в прошлом году подготовили 17 исковых заявлений об их сносе. После появления райсоветов работа по выявлению нелегальных строек станет более эффективной, считают в городской думе. Мы сегодня настраиваем наших депутатов и районных советов в том числе на том, чтобы они знали ситуацию на местах. Поэтому уже сегодня пошли рейды по районам. Депутаты районных советов осматривают те площадки строительные, которые есть. Самая сегодня проблема заключается в том, что застройщики зачастую выходят за территории отведенных их земельных участков. Рубль снова зашатался. О состоянии национальной валюты расскажет наш экономический обозреватель Андрей Трой. Здравствуйте. Сегодня рубль вновь потерпел сокрушительное поражение. Нефть сорта Brent упала до отметки 33 доллара 83 цента за баррель. А вслед за ней покатился и рубль. На 10 февраля Центробанк установил курс доллара США на отметке 78 рублей 68 копеек. Подорожание почти на 2 рубля. Курс евро 88 рублей 4 копейки. Золото стоит 2899 рублей за грамм. Серебро стоит 36 рублей 84 копейки за грамм. Банки кричат, что доля плохих долгов достигла предельного значения. К примеру, количество просрочек по кредитным картам выросло до 19,5%. А правительство отказывается отменять транспортный налог вопреки желанию президента. Причина в том, что регионы могут недополучить около 150 миллиардов рублей. На сегодня это все. Удачи в делах. Наркоторговцы, державшие страхи Похвестнева, задержаны. Спецоперацию по захвату преступников провел отряд спецназа Самарского областного управления наркоконтроля. Семейной паре продавцам зелья теперь гордит отметить серебряную свадьбу за решеткой. На часах было 7 утра, когда в обыкновенной на вид Похвестневской квартире грянул гром. Спецотряд с таким названием застал читу наркоторговцев врасплох. Они еще не жились в постели. Поняв, что деваться некуда, отпираться наркодилеры не стали. Имеете что-либо в запрещенной квартире? Имею наркотики для собственного употребления. Имеете наркотики? Для собственного употребления. Понятно. Где лежат наркотики? Под креслом. Более 30 пакетиков героина в удобной для сбыта упаковке были спрятаны по всей квартире. Немудреные тайники оперативники обнаружили в креслах, холодильнике и даже в пианино. Общий вес изъятого зелья более 100 граммов, что считается крупным размером. На черном рынке такая партия стоила бы более 100 тысяч. Что касается самих драгдилеров, женщина в поле зрения полиции попала впервые. А вот глава семейства уже несколько раз был судим за торговлю наркотиками и убийство. Из-за этого стороной и обходили нехорошую квартиру соседи. Зато клиенты-наркоманы выстраивались в очередь. Гражданин В. известен был местным правоохранительным органом своим бойным характером. На него постоянно поступали жалобы от соседей о том, что он носит с собой охотничий нож, угрожает соседям. Кроме того, поступали жалобы о том, что постоянно к нему приходят люди в наркотическом и алкогольном опьянении и устраивают дебоши. Уголовное дело возбудили по статье «Приготовление к сбыту наркотиков в крупном размере». Задержанным грозит до 20 лет лишения свободы. Кроме того, силовикам предстоит выяснить, где наркоторговцы закупали зелье. Андрей Трой, Павел Баймаков, Дмитрий Мешканцов. События. А теперь коротко о других темах дня. Эпидемия гриппа и ОРВИ в Самаре пошла на спад. С 10 февраля школьники Самары вновь вернутся за парты. Но карантин могут продлить. Такое решение может принять директор школы, если в классах из-за болезни отсутствует больше трети учеников. Подозреваемый в убийстве трехлетней девочки в доме Харитон Горячкин признал свою вину, сообщают в Следственном управлении Следственного комитета по Самарской области. Тело ребенка с многочисленными ушибами и ожогами обнаружили в квартире 31 января. Причиной смерти стал разрыв печени. Виновником трагедии следствие считает 27-летнего самарца, который жил с матерью погибшей. Ранее свою причастность к преступлению он отрицал. Мужчину арестовали на два месяца. Вскоре его отправят на психолога-психиатрическую экспертизу. При крушении вертолета под Псковом погибли два упускника Сызранского высшего военного авиационного училища. Командир воздушного судна Алексей Николаев и первый пилот Сергей Иванушкин. В момент выхода на посадку по неустановленной причине вертолет не смог долететь до взлетно-посадочной площадки и совершил жесткое приземление у деревни Черепягина. В результате неудачного приземления он загорелся. В огне погибли все члены экипажа. Ученые Самарского университета нашли способ скрытно маркировать нефть. В черное золото в микроскопических дозах добавляют специальные вещества. Это позволит предотвратить воровство из трубопроводов и хранилищ. Химикаты могут рассказать специалистам, где была добыта нефть, когда поступила к потребителю, и даже логистику ее перемещения по пути на переработку. В отличие от других красителей, разработку самарских ученых невозможно увидеть невооруженным глазом. Маркеры не влияют на качество и потребительские свойства углеводородов и полностью разлагаются. В воскресенье 14 февраля с 8 утра до 4 часов вечера ограничат движение транспорта по Красноглинскому шоссе до Волжского шоссе по улице Сергея Лозо. Это связано с проведением в учебно-спортивном центре «Чайка» Всероссийской лыжной гонки «Лыжня России-2016». Ограничение не будет распространяться на общественный транспорт и спецмашины. Для участников и гостей спортивного праздника будет работать дополнительный автобусный маршрут номер 1У по маршруту от проспекта Кирова до автостанции «Красная Глинка». В Самарской области продолжается подготовка к выборам в Государственную и Губернскую думы. Единый день голосования назначен на 18 сентября. К выборам нового состава регионального парламента в Самарской области изменится схема избирательных округов. Документ еще в стадии разработки. Последний раз схема менялась 4 года назад. С тех пор численность населения прежних округов изменилась. По закону количество избирателей не должно превышать 109 тысяч человек или быть меньше 92 тысяч. В новой схеме определены 25 одномандатных избирательных округов. Депутаты Губернской думы и главы муниципальных образований внесли свои поправки в новую схему. На 99% сегодня мы все вопросы отрешили. Хотя остался еще один избирательный округ, который требует некого подсчета. Думаю, что это техническая работа и мы ее проведем в ближайшие дни и в неочередном заседании комитета будем готовы уже к работе пленарного заседания дома, где окончательно будут утверждены все границы избирательных округов. А сейчас пришло время спортивных новостей и я передаю слово Сергею Кизоркину. Здравствуйте, я Сергей Кизоркин и значит вы смотрите Самарские новости спорта. Крылья Советов радуют победами в Арабских Эмиратах. Фигуристы отмечают юбилей – 120 лет первого чемпионата мира. Золотую шайбу разыграли в областной столице. Неоднократный чемпион Самары в турнире «Золотая шайба» отстоял свой титул. Этот турнир был организован еще полвека назад специально для дворовых команд, чтобы таким образом растить будущих звезд мирового хоккея. На этот раз лучшим в Самаре стал клуб «Чайка» на втором месте «Сатурн». Бронзовые медали в упорнейшей борьбе завоевали космические аллигаторы. Мне, как тренеру этой команды, это было особенно приятно. Если выигрывает младшая команда, побеждает или становится в призах средняя команда – да, это результат. Но это еще не достижение. А вот когда команда старшего возраста в «Золотой шайбе» 13-14 лет завоевывает медали, здесь уже тренеру есть по-хорошему чем гордиться. И хоккеисты могут считать, что они действительно чего-то стоят. Эти ребята действительно могут играть дальше в молодежных командах и во взрослых. У самарских фигуристов тоже праздник. Они отмечают годовщину первого чемпионата мира в своем виде спорта. 120 лет назад в Санкт-Петербурге прошли первые международные соревнования на звание лучшего фигуриста планеты. Им стал немец Гилберт Фукс. Чемпионат 2015 года выиграл испанец Хавьер Фернандес. Россиянин Максим Ковтун – седьмой. Самарские фигуристы на прошедшем дне зимних видов спорта провели показательные выступления для жителей гостей города. Вспоминали, каким было фигурное катание более полувека назад. Все катались на естественном льду, в парках, в садах, на площадях. Я помню вообще свои тренировки даже на той стороне реки Волги, когда замерзал первое щучье озеро. И мы с тренером туда шли пешком, там уже замерзшие, переодевали из вальника или из каких-то зимней обуви коньки. Ну и конечно, когда выходили на лед, он всегда был припорошен снегом. А вот крыльям советов сейчас по-настоящему жарко и в прямом, и в переносном смысле. Они в Арабских Эмиратах на тренировочных сборах. Кроме того, проводят контрольные матчи, причем побеждают. На этот раз самарская команда одолела бронзового призера чемпионата Узбекистана Насов со счетом 4-2. И китайский клуб суперлиги Ханчжоу Гринтаун на табло горела 2-1 в пользу крыльев. Это были новости спорта от Сергея Кезоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой. До встречи.